Здравствуйте, это Сноска. И сегодня у нас в гостях талантливые артисты, обаятельные люди, отличные собеседники, заслуженный артистка России Виктория Гальцева и Лев Шапира, музыкант и композитор. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Здравствуйте. Ну и повод, по которому мы все здесь сегодня собрались. Не случайно я эту строчку авторской песни произнесла. Это предстоящий концерт, название которого «Легенды авторской песни». Лев, наверняка ты являешься идейным вдохновителем. Имел такое удовольствие. Рассказывай, как появилась идея? Идея появилась очень просто. Есть в каждом жанре песни, которые оставили след не только в моей душе, а еще в сотнях и тысячах других душ. И хочется как-то эти души объединить на концертах. И вот один из концертов, который состоится 21 марта сего года в концертном зале Сибири, будет посвящен лучшим произведениям в жанре авторской песни. Все очень просто. И вместе с тем сложно. Как происходил отбор композиций? Ориентировался на исполнителей? Или вот предложил список? Кому что нравится, выбирайте. Я ориентировался на исполнителей и вспоминал произведения, насколько они весомы вообще в наследии культурном, российском, музыкальном. И понимание было, как это все будет звучать в том наборе инструментов, который для проекта предусмотрен. Ну, и в общем, по этим позициям, как бы, так сказать, понимание пришло. Да, сопровождение будет живое? Да, команда живая будет играть. Все как положено. Не оркестр? Нет. Виктория, ты в числе артистов, которым предстоит выступить вот на этом празднике легенд авторской песни. Да, имею такое счастье. Да. Какую песню исполнишь? Лев предложил или сама выбрала? Песню исполню не одну. Предложил Лев. Я с огромным удовольствием согласилась, потому что был очень точный выбор. Его выбор, который мне абсолютно подошел. Потому что вы, наверное, давно знакомы, и ты чувствуешь исполнителя? Нет, нет. Все чувствую. Абсолютно недавно знакомы. Но вот так вот совпало. Ну, Лев профессиональный музыкант, конечно, этого не отнять. Но выбор сделал очень тонко, и выбор абсолютно мне подходит. Я исполню песню из кинофильма «Москва слезам не верит» Александра. Александра все знают, естественно, эту песню. Мы дуэтом должны с Левом спеть песню из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром никого не будет в доме». Кроме того, две песни я исполню. Это детский репертуар «Большой секрет для маленькой компании» и «Зеленая карета». Это не сольные песни, они будут звучать с участниками проекта «Голос». Я думаю, что должно быть очень интересно, потому что там предполагается многоголось, расхождение на голоса, и должно звучать очень красиво. Сейчас активно наверняка идут репетиции. Спелись? Приступаем. Только приступаем. Ну, пока работа с музыкантами вначале, а потом уже работа с вокалистами. То есть вокалисты на готовую уже приходят почву, чтобы, так сказать, они... Ну, первая совместная репетиция у вас уже была, вот вы говорили про дуэт. В конце февраля будет. Только в конце февраля. Совершенно верно. Ну, я уверена, вы не сомневаетесь, что все получится. Кто еще задействован в концерте? Представители славного племени бардов, которые у нас прекрасно себя чувствуют. И очень много поклонников этого жанра по сей день есть. И два моих товарища, Вячеслав Таркаев и Ренат Баширов, которые в этом жанре присутствуют уже много лет. Они будут участниками концерта, замечательные актеры-шоумены, Петр Винц будет. И ряд молодых артистов, которые будут с Викторией в номерах, ну, и в других произведениях тоже будут присутствовать. Прям совсем юных, скажем так, которым... Ну, тоже, я думаю, это будет интересно, как опыт, как что-то новое в их понимании музыки. Ну, нет ли какого-то опасения, что лучше, чем оригинал, не исполните, и, в общем-то, а хуже-то и нельзя? Совершенно верно, хуже нельзя. Это будет авторское прочтение все равно? Ну, да, безусловно. Ну, я уповая на то, что аранжировки, которые будут сделаны, они определенный уровень все равно, так сказать, этим произведениям дадут. И бережное отношение к тому, что автор хотел вложить в эту песню, а это, безусловно, будет именно так, оно сыграет свою роль. Мы сделаем все аккуратно, бережно, с любовью к зрителям и с уважением к авторам. Вик, ты отслушивала оригинал, прежде чем приступить к репетициям? Ну, конечно, обязательно. Ну, опять же, это не значит, что вот от и до будет копией. Ну, копии, наверное, в принципе быть не может, потому что разные исполнители, разные тембры, все равно разное чувствование, правда же? Одно дело, когда поет Сергей Никитин, другое дело, когда пою я, все-таки я женщина, правильно? Вот, ну и ничего новаторского тут тоже, разумеется, не будет. То есть Лев правильно сказал, очень аккуратно, очень бережно, насколько я могу ее прочувствовать, насколько я могу донести ее зрителю со своей любовью, со своей чувствительностью к этому материалу. Потому что для меня материал этот очень дорог, ну и как для всех, наверное, потому что это песни нашего детства, с которыми я много связываю. Лев, ты какую песню исполнишь? Наверняка не одну. Не, не одну, совершенно верно, там будут дуэты какие-то и сольные вещи. Ну, мы все, все произведения нам вспомнить не удастся. Я скажу, что это будут песни, написанные ведущими людьми в этом жанре. Булата Куджава, Юрий Висборг, Олег Митяев, Юли Ким, все вот эти люди, которые, в общем, золотой фонд авторской песни и создали. Ну, всех упомянуть невозможно. Это будут те вещи, которые сразу же будут откликаться и здесь, и здесь, я надеюсь, у той публики, которая этот жанр по-прежнему любит. А такой публики очень много. Я часто бываю на разных фестивалях, там, так сказать, и на фестивалях авторской песни тоже достаточно бываю, потому что мне многие жанры близки, ко многим я отношусь тепло. И это особая публика, и это особый материал музыкальный. Жива ли авторская песня сейчас? Ну, на эту тему можно много и долго рассуждать. Безусловно, той степени влияния на публику, что была 40 лет назад, нет. Да и ничего не бывает в этом мире стабильно. Наверное, она видоизменилась очень сильно, да не наверное, а точно, но так устроен этот мир. Но раз я приезжаю на какие-то фестивали, и там десятки, сотни, иногда тысячи людей этим занимаются, ну, наверное, жива. Даже 100% жива. Можно ли предположить, что через 40 лет Льва Шапира будут так же исполнять, как авторское произведение, качественное, настоящее, живое? Или ты не задумываешься так далеко? Не думаю об этом. Я всегда очень просто относился и к жизни, и к профессии. Надо сделать дело максимально качественно, а время, люди и все остальное, прочее прилагающееся к этому, они сами сделают свой выбор и сами решат, что хорошо, а что плохо. А наше дело – это просто создать и все. Давайте я еще раз напомню, что концерт «Легенда» авторской песни 21 марта в концертном зале «Сибирь». Совершенно верно. А теперь давайте поговорим о ближайших творческих планах, которых наверняка громадье. Вик, как в театре дела? Несколько премьер было и будет? В театре, как обычно, жизнь кипит. Движемся вперед. Сейчас у нас в планах «Золотой теленок». Я думаю, вы знаете об этой большой премьере. На майские праздники нас ожидает новая премьера «Севастопольский вальс». Тоже большая премьера. Я думаю, что этим мы закроем сезон. Парадом премьер мы закроем сезон. В этом году у нас тоже было много постановок. «Любовь и голуби», «С Новым годом, папа», потрясающий мюзикл «Капитанская дочка». Я думаю, что многие посмотрели. Кто не посмотрел, скорее бегите. Потому что времени уже до конца сезона остается мало. Но кроме того, конечно, много мероприятий, краевых, городских мероприятий. Ко Дню Победы сейчас активно идет подготовка. Концерт 16 апреля. То есть будет какой-то концерт посвященный? С ольвом Шапира. Вот это я забегаю вперед. Сольный концерт. Сольный концерт. С 16 апреля. С 16 апреля состоит с ольва Шапира, где мне тоже выпала честь принимать участие. Вот, по приглашению. А что там будет? Ну, там уже будет то, что я написал. Да, какие-то старые вещи в новом прочтении, новые вещи в новом прочтении. Все будет, я надеюсь. Интересно. Вика тоже там принимает участие. Мы хотим сделать интересный такой творческий тандем. Ко Дню Победы никакой проект не затеяли? Я 9 мая, да, скорее всего, будет большой концерт здесь, открытый на одной из площадок. Ну, это попозже, так сказать, на эту тему можно рассказать. А пока, после концерта 21 марта, у меня 25 марта концерт как раз в знаковом для любителей бардовской песни месте, в Гнезде Глухаря. Очень такое культовое место. И потом еще один концерт в Москве, в Rhythm & Blues Cafe. У нас там еще одно будет мероприятие. Вот, после я возвращаюсь сюда. И концерт сольный 16 апреля здесь. Ну, а потом 9 мая, и будем дальше работать, творить. Спасибо, ребята, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях музыкант и композитор Лев Шапира и заслуженная артистка России Виктория Гальцева.